Нет сорока, нет. Это первое и пока единственное видео с места убийства 35-летнего Сергея Калужского, начальника службы судебных приставов. Рядом свидетели, скорее всего соседи. Делятся тем, что видели. По предварительной информации, убийство произошло на этом самом пустыре. Киллер настиг Калужского на полпути из магазина. Последний возвращался домой. В руках пакет, пятилитровая бутылка воды и канистра. Убийца сделал три выстрела. Пули попали в живот, грудь и в голову. Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы, записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. Допрошены родственники и соседи потерпевшего. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению убийства. Известно, что гильзы калибра 5.45 подходят и к Сайге, и к автомату Калашникова. В сети даже появилась версия, что убийство совершил человек, у которого есть спецподготовка или даже боевой опыт. Оружие на месте убийства киллер не оставил. Местные жители утверждают, что видели невысокого человека в балаклаве и темной одежде. После стрельбы мужчина убежал в поля. Уже появилась информация, что по подозрению в убийстве Сергея Калужского рассыскивают мужчину ростом 160-170 сантиметров, одетого в черное и передвигающегося на велосипеде. С собой у него может быть ружье. Сергей Калужский родился 1988 года. Начал работу в ГИБДД, после перешел в управление Федеральной службы судебных приставов. Совсем недавно возглавил отделение службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Калужский был женат, у него остались двое детей школьного возраста. По материалам комсомолки, 2 ноября Сергей Калужский должен был находиться в Октябрьском районном суде в качестве административного ответчика по нескольким телам. По информации издания, претензии по работе судебных приставов, согласно материалам суда, предъявлены коллекторскими агентствами Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Челябинска. В четверг должны были состояться очередные слушания по искам об оспаривании решений и действий бездействия судебного пристава.